О том, как идет голосование в Омской области, мы поговорим с руководителем группы наблюдателей на этих выборах, представителем Ассоциации некоммерческих организаций по защите прав избирателей «Гражданский контроль» Иваном Абажером. Иван Иванович, здравствуйте. Вы сегодня будете наблюдать за ходом голосования в Омской области. Наверняка уже побывали и на избирательных участках. Как организована работа, ваши первые впечатления, ну и сколько вообще человек будут наблюдать за ходом этих выборов? Ну, во-первых, здравствуйте. Ну, согласно своего статуса, как наблюдателя, я не только был на участках, но и смотрел, как вообще процесс происходил, открытие самих избирательных участков, как сами избиратели подходили к органу, как были организованы и оборудованы сами места, где будут проводиться сами выборы. И я хочу сказать, что комиссии, участки, все подготовлено на самом высоком уровне. Я думаю, что сам процесс, избирательный процесс придет достойно. И то, для чего я сегодня приехал, я все это буду фиксировать и буду дальше уже давать общественные огласки. Да, Иван Иванович, ну вот главная задача наблюдателя смотреть, чтобы выборы были легитимными. Кстати, вы были наблюдателем на выборах в Крыму еще в ту пору, когда он был в составе Украины. Украина, расскажите, много ли тогда было нарушений и какие вообще нет? Ну, я действительно был руководителем так называемого на тот период наблюдательный совет «Крымский выбор». Это группа общественных организаций была организована в одну ассоциацию, которая занималась вопросом наблюдения за ходу подготовки и проведения выборов в бытность Украины и на самом референдуме. Я хочу сказать, что бытность Украины, все те избирательные процессы, которые проходили на уровне местного самоуправления и на уровне выборов в верховную власть президента Украины, всегда применялись технологии, которые фактически могли повлиять на правильную оценку волеизвеления граждан тогдашней Украины. И те технологии, они были очень грязными, очень целенаправленными, с использованием всевозможных методик, которые фактически влияли в понижнем итоге на процесс выборов. Но я думаю, что вам это не грозит, но хотя ознакомившись со своими, здесь у меня есть достаточно много друзей в вашем городе, и я сам из Одессы, здесь, оказывается, даже есть наш район одесский, и поэтому были высказаны ряд претензий к тому, что некоторые участники избирательного процесса на сегодняшний день используют тоже какие-то технологии, которые фактически могут чем-то усомниться в процессе проведения этого избирательного процесса. Например, были сбросы с самолета, листовок, призывов за голосование за того, какого-то определенного кандидата. Это недопустимо. Я думаю, что об этом избирательная комиссия скажет свое слово. Жители города мне рассказывали, сегодня будучи на участках, о том, что к ним приходили смс в день тишины, с тем, чтобы проголосовать за определенного кандидата. Это тоже есть нарушение. Я думаю, что это та технология, которая тоже, кстати, применялась на Украине, которая даже накануне, за час до открытия избирательных участков, приходили смс, не ходите на голосование, и это играло тоже какую-то роль. Поэтому я думаю, что избиратель должен правильно воспринимать все это и обязательно пойти на избирательный участок и выразить свое волеизъявление путем голосования, потому что голосование дает право уже конкретно дать свой голос, тем самым ты поддержал того кандидата, который ты считаешь, что он повлияет на жизнь как твоей семьи, так и региона в целом. Спасибо, Иван Иванович. Я напомню, мы беседовали с Иваном Абажером, членом общественной палаты России и Крыма, наблюдателем на этих выборах.